Во второй половине дня 12 сентября глава государства уважаемый Эмамали Рахмон для участия в торжествах, посвященных 5500-летию Саразма, прибыл в эту историческую местность. Президент страны уважаемый Эмамали Рахмон на этой древней земле вначале открыл символ Саразма, установленного на столбе высотой 27 метров. После того, как прозвучал гимн Саразма, начались торжества по случаю 5500-летия Саразма. В присутствии президента страны произошла презентация ворот Саразма. Ворота этого уголка живой истории таджеского народа инкрустированы драгоценными декоративными камнями. В них отражены символы и найдены в этом районе предметы. Высота ворот 12 метров, а ширина 45 метров. Средние ворота высотой 13 метров и шириной 8 метров построены с высоким качеством в духе национальной архитектуры. По утверждению историков, Саразм является единственным памятником эпохи Эниолита и начала бронзового века в Маурон-Нахре и относится к середине 4-го тысячелетия и начала 3-го тысячелетия до н.э. И здесь формировались земледельческая, ремесленническая и градостроительная цивилизация таджиков. В изучении многотысячелетней истории таджеского народа большую роль сыграли отечественные и зарубежные ученые, в особенности археологи. Открытие Саразма является одним из выдающихся достижений таджикской археологической науки в последние десятилетия 20 века. Саразм считается одним из первых памятников арийского периода, уникальным образцом этой цивилизации в Согде. Именно поэтому лидер нации проявил особый интерес к наследию этой древней эпохи. И постановлением правительства страны в 2001 году Саразом как центр формирования земледельческой, ремесленнической и градостроительной цивилизации таджиков был объявлен историко-археологическим заповедником. Президент страны ознакомился с раскопками этой местности. Следует отметить, что в период государственной независимости лидер нации, придавая особое значение охране исторических памятников, неустанно подчеркивает, что в условиях глобализации одним из главных задач каждого государства является защита национального менталитета, языка, культуры и исторических памятников. Именно поэтому Саразом как один из первых памятников арийской эпохи и уникального образца этой цивилизации был объявлен центром формирования земледельческой, ремесленнической и градостроительной культуры таджиков. Затем при поддержке и по непосредственному указанию президента страны в течение 2004-2008 годов над пяти памятными объектами были установлены навесы, а также они были ограждены. Глава государства во время своих визитов в древний Саразом в 2003 и 2005 годах назвал Саразом золотым кладом истории таджикского народа. После знакомства с раскопками глава государства посетил дома древних саразмицев. Эти дома созданы в стиле культуры, традиций и обычаев, присущих городожителям древнего Саразма. По мудрым указаниям и поручениям президента страны в этой исторической местности с соблюдением особых строительных норм, с красивым внешним видом был построен историко-археологический музей Саразма, а его открытие состоялось с участием всенародно уважаемого лидера нации. В действительности, Саразом благодаря уникальным находкам и особому вниманию археологов мира занял особое место среди памятников эпохи древности, и ежегодно эту местность посещают ученые и туристы со всех уголков мира. В музее Саразма выставлены ценные образцы исторических фресок. В историко-археологическом заповеднике Саразом сдана в эксплуатацию современная гостиница для отечественных и зарубежных исследователей и археологов, которые проявляют интерес к изучению памятников древнего города Саразом. Следует особо отметить, что благодаря мудрой политике главы государства в течение 29 лет государственной независимости у нас состоялись важные научные, литературные и культурные мероприятия с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых и экспертов. В частности, торжественное празднование 1100-летия государства Саманидов, 2700-летия священной книги Авеста, 1000-летия Шахнаме, 1310-летия имама Азама, 2500-летия Истаровшана, 2700-летия города Куляба и 3000-летия Гесара. Этот форум высокого уровня, который состоялся с участием видных ученых и исследователей республики и представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в городе Душамбе, является логическим продолжением этой политики. И он посвящен 5500-летию древнего города Саразом, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следует особо отметить, что благодаря неустанным усилиям и успешному отсуществлению культурной политики президента страны, многочисленными исследователями отечественных и зарубежных археологов, раскопкам, мировая авторитетная организация ЮНЕСКО 31 июля 2010 года включила Саразом в список уникальных общечеловеческих памятников.